По традиции, планёрка началась с обсуждения оперативной обстановки в городе. Правоохранители рассказали о проведённых на прошлой неделе мероприятиях, касающихся поддержания общественного порядка. В их числе – рейды по выявлению автолюбителей, которые большими компаниями раскуривают кальяны на парковочных местах. На первый взгляд, такое нарушение не кажется серьёзным. Однако сотрудники полиции должны возбудить дело об административном правонарушении и изъять кальяны, чтобы проверить курительную смесь на наличие наркотических веществ. Причём этот факт останется в биографии нарушителя. Само выявление данных фактов сотрудниками ОМВД впоследствии может понести для молодых людей более серьёзные последствия в части поступления на работу, поступления в учебные заведения. Когда их личность начнёт проверяться, потом будут все эти факты выявляться. И могут возникнуть сложности. Кроме того, перед началом нового учебного года сотрудники полиции проверили школы на предмет безопасности, а дорожные службы обновили разметку и установили перильное ограждение на подходах к образовательным учреждениям. В рамках подготовки к новому учебному году установлены знаки с жёлто-зелёной флуоресцентной плёнкой на наземных решённых переходах на всех школах. На подходах к образовательным учебным заведениям установлены светофоры Т7. В прошлом году 200 единиц и в этом году 58, то есть 100%. Обсудили участники планёрки и вопросы, связанные с проведением мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату Кубань отметит в октябре.